Восьмого августа 2008 года началась военная агрессия России против Грузии. Это событие ознаменовало новые этапы развития путинской диктатуры, этап открытой агрессии против соседей. В своей статье в издании The Wall Street Journal в августе 2008 года я сделал печальный прогноз. Вооруженная интервенция в Грузию – лишь первый шаг, и следующим блюдом меню станут анклавы в Украине. Такое развитие событий было для меня очевидно не потому, что я обладаю качествами Нострадамуса, а потому, что прилежно учил уроки истории и географии. История много раз доказывала, что диктаторы, вставшие на путь внешней агрессии, не останавливаются, и все попытки умиротворения со стороны международного сообщества лишь утверждают в агрессорах ощущение безнаказанности. Все это неизбежно ведет к увеличению цены, которую в итоге придется платить всему миру. Показательно, что Путин и не скрывал своих намерений. Вторжение в Грузию стало логичным шагом по реализации того курса, о котором он открыто поведал всему миру на конференции в Мюнхене в 2007 году. Слова Путина, одним из первых решений которого на посту главы государства было возвращение советского гимна, про то, что бывших чекистов не бывает, а также его оценку распада СССР как крупнейшей геополитической катастрофы, стоило воспринимать буквально. Это его базовые представления об устройстве современного мира. Компоненты мировоззрения и вся путинская внутри- и внешнеполитическая программа исходит из этих постулатов. 8 августа 2008 года Путин приступил к открытой реализации своей программы по возвращению контроля над постсоветским пространством. В том же ряду стоят попытки реабилитации Ивана Грозного и возвеличивания Сталина в сегодняшней России. Как бы ни виляли записные российские либералы, пытаясь обелить новоявленного диктатора, эти процессы полностью вписываются в путинскую парадигму власти. Нельзя не отметить, что значительная часть российской оппозиции грузинский экзамен не сдала. Кто-то открыто поддержал российскую военную агрессию, кто-то трусливо пытался возложить часть вины на грузинское руководство. Выяснилось, что имперские комплексы и отсутствие всякого уважения к нормам международного права являются характеристиками и многих оппонентов путинской власти. Необходимо, чтобы российское общество наконец осознало, что разгром демократических институтов внутри страны и агрессивная внешняя политика – неразрывные звенья путинской диктатуры. И построение свободной демократической России невозможно без окончательного отказа от преступной империалистической политики. Гарри Каспаров